МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Новости на канале Урин ТВ. И вначале, коротко, некоторые темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последнее слово и приговор. Сегодня стало известно, какое наказание понесет главный врач кожно-венерологического диспансера, обвиняемого в вымогательстве денег. Вспыхнул, как спичка. Сегодня утром на остановке торговый комплекс «Кидз» сгорел автобус. Пину свою не признала, просила отсрочку. Сегодня Центральный районный суд поставил точку в скандальной истории с продажей квартир в незаконном доме. Какие причины стали основанием для отмены конкурса по пассажирским перевозкам? Сегодня рассказали в Управлении антимонопольной службы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Директор останется на рабочем месте. Скандал, который накануне разгорелся в стенах 86-й школы Оренбурга, погасили сами родители. В среду вечером в социальных сетях появился пост и короткое видео с родительского собрания в новой школе. Якобы речь в присутствии директора учебного заведения шла о принудительном сборе денег на нужды школы. В конце рабочего дня также появилась информация о том, что Елена Сапкулова написала заявление по собственному желанию. Начальник управления образования города Оренбурга Нина Гордеева подготовила приказ по этому поводу. И вот сегодня родительский актив школы выступил в защиту директора. Родители учеников 86-й школы пришли в Управление образования с пояснениями по ситуации. Несколько сотен человек подписали письмо в защиту директора. Представители родительского комитета, который действует на основе устава, рассказали, что на собрании речь шла о подготовке к новогодним утренникам. В списке на страницах ежедневников, попавших в интернет, означалось то, что действительно не хватает новой школе. И решение о приобретении инвентаря и костюмов к утренникам – исключительная инициатива родительского комитета. Ни о каких поборах в 86-й школе речи не идёт. Фразы, попавшие в сеть, вырванные из контекста, истолкованы неверно. В классах ни одному родителю не было сказано сдавать в принудительном порядке. Не было. В классе не было. Нет, нет, нет. У нас написано заявление, которое мы добровольно вступаем в этот союз. И никаких преследований вы можете подойти к этому. И вымогать. Никогда не было. Никаких не было. Нина Гордеева подчеркнула, что с директором школы проведена беседа, утром решения, принятые накануне, изменились. Елена Владимировна с радостью изъявила желание заявление забрать. Ура! Более того, приказ о отмене заявления, он лежит у меня уже на подписи. Просто я его ещё не подписала. Ну, в силу не подписала, просто... Родители остались довольны результатами встречи. Известно, что на данный момент директор 86-й школы Елена Сапкулова находится на больничной. Проблема поборов в оренбургских школах не стоит. Условия, в которых учатся оренбургские дети, зависит в том числе и от родителей. Ситуацию с 86-й школой сегодня на записи программы «Эхо недели» прокомментировал глава города Евгений Арапов. Я бы не стал говорить там, что это какие-то поборы. Опять же, есть определённые нормативы, но где-то в каждой школе, допустим, если родительская общественность принимает решение, ну, какое-то направление усилить, что-то ещё лучше сделать. Но это решение родителей. Я могу только приветствовать это решение. Вы не забывайте, я тоже сам вообще родитель. Тем мы ещё обсудим в нашем эфире «Эхо недели» с главой города. Смотрите завтра в 6 вечера. Моя коллега Татьяна Ленкова спрашивала о взаимоотношениях с губернатором и о новых людях, которые пришли в администрацию города. В Ленинском суде сегодня завершили рассмотрение дела в отношении главврача кожаного венерологического диспансера. Александра Папина признали виновным в превышении должностных полномочий. Следственным комитетом уголовное дело возбуждено в августе этого года. Как ранее сообщали правоохранительные органы, руководитель лечебного учреждения у своих подчинённых вымогал деньги. В деле числятся два эпизода. По одному он получил деньги в размере 230 тысяч рублей, по второму – 220 тысяч. За это взамен обещал покровительство. Александра Папина задержали полгода назад. Всё это время он находился под домашним арестом. Свою вину Папин признал. Дело рассматривали в особом порядке. Я не использовал данные средства для личного обогащения. Я использовал их для учреждения, на статьи, которые не предусмотрены сметой расходов. Понимаю, что делать ни при каких обстоятельствах это было нельзя. Но когда перед тобой ставят определённые задачи, ну, наверное, выполнять их любой ценой не стоило. Нисколько не раскаиваюсь. В трениях прокуратура просила суд реальное лишение свободы и право занимать должность. Потерпевшая сторона ходатайствовала возместить ущерб и моральный, и имущественный. Адвокат обвиняемого приводила доводы, чтобы наказание было мягким. По решению Ленинского суда, руководитель диспансера лишён права занимать должность в течение трёх лет. Добиваться возмещения потерпевшие могут в гражданском порядке. УФАС согласилась по трём пунктам. Речь о жалобе Ассоциации пассажирских перевозок. Сегодня ведомство официально прокомментировало отмену торгов. Напомним, конкурс на право перевозок был объявлен в начале сентября. За это время не раз выносились изменения в его положение. После чего поднимался не единожды вопрос о нарушениях в проводимых торгах. Конкурс был объявлен по семи маршрутам. Изначально к нему было много вопросов. Не раз менялись условия торгов. После чего перевозчики заговорили о том, что они невыполнимы. К примеру, в случае победы на конкурсе. Необходимо было за считанные дни приобрести большие автобусы. Как следствие, разговоры, что администрация действует в интересах определенных лиц. Ассоциация пассажирских перевозок. Все замечания оформила в виде жалобы в Уфас. Как оказалось, не зря. 8 декабря торги антимонопольная служба аннулировала, поскольку посчитала доводы перевозчиков обоснованными. Нарушена организатором торгов порядок проведения конкурса. Установлена администрация города Оренбурга. В самом порядке администрация прописала, что срок проведения конкурса 90 дней. Это с момента размещения завещения, соответственно, подвижения итогов. Проверили комиссию. И, соответственно, конкурс уже в связи с многочисленными внесениями изменениями и сроком продления. Мы перешли, вернее, не мы, а организатор торгов уже перешел на 90 дней. Посчитали это нарушением соответствующим. Специалисты антимонопольной службы отметили, что таким образом нарушены условия конкуренции. Из-за постоянных изменений перевозчики не могли подать заявки на участие. Также согласились с заявителями жалобы в пункте, что в кратчайшие сроки участники конкурса должны были купить пассажирские автобусы большой вместимости. Известно, что у городской администрации есть месяц. На обжаловании этого решения в арбитражном суде. Однако пока чиновники о своих намерениях не заявляют. Осужденный на пожизненный срок и отбывающий наказание в черном дельфине Саид Амиров может оказаться на свободе. В Сулевецком районном суде рассматривается ходатайство адвокатов экс-мэра Махачкалы о необходимости освободить его из-за заболевания. Саида Амирова в 2015 году суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Он обвинялся в организации убийства следователя Следственного комитета и терроризме. В марте 2016 года Амирова этапировали в Черный дельфин в Сулевецкий район Оренбургской области. Это первый случай в российской истории, когда адвокаты пытаются добиться освобождения осужденного на пожизненный срок уже после того, когда все инстанции оставили начальный приговор без изменения. По мнению защиты Амирова необходимо освободить, так как он серьезно болен. Адвокаты ссылаются на специальный перечень заболеваний, который утвержден правительством страны. Имея хоть одно из них, человеку могут изменить меру пресечения. Кроме того, после очередного покушения Амиров частично парализован и передвигается только в инвалидном кресле. Продолжение следует... О другом решении суда и происшествия на дороге далее в рубрике «Ориентировка». Вспыхнул как спичка рано утром на улице Солмышской. На остановке торговый комплекс «Скид» загорелся автобус 59 маршрута. По словам очевидцев, сначала произошел громкий хлопок. Автобус начал дымить, после чего загорелся. Вероятнее всего, произошло замыкание проводки. Как пояснил перевозчик в телефонном разговоре, в тот момент в автобусе был один пассажир, 12-летняя девочка. Когда водитель тронулся с конечной, то почувствовал, что в автобусе есть какая-то неисправность. После чего получил указание от диспетчера ехать в ремзону. Планировал высадить пассажира на первой остановке. Автобус задымился. К счастью, на остановке девочка успела выйти. После чего водитель пробовал самостоятельно потушить машину. Известно, что автобус эксплуатировался пять лет. Пазик выгорел полностью, водитель не пострадал. Сейчас сотрудники МЧС проводят свою проверку. Точную причину возгорания предстоит выяснить специалистам. Сообразили на троих преступления и получили на троих восемь лет. Дзержинский районный суд вынес приговор мужчинам, которые в августе попытались ограбить банк. Это довольно резонансное дело. Трое знакомых спланировали нападение, но в результате все пошло не по сценарию. В одном из отделений банка на проспекте Дзержинского они напали на охранника. Мужчина попытался дать отпор, успел добраться до кнопки тревоги. Налетчики в результате скрылись. В городе был объявлен план перехват. Одного из грабителей арестовали в Оренбурге, двое успели покинуть город. Их поймали уже в Пензе. Самому молодому из налетчиков 25 лет. Суд решил, что они будут отбывать наказание в колонии общего режима. И назначил им сроки от двух до трех с половиной лет. Сейчас короткий перерыв на рекламу. У нас еще есть что рассказать. Вновь к новостям. Вот что вы увидите во второй части программы. Вину свою не признала, просила отсрочку. Сегодня Центральный районный суд поставил точку в скандальной истории с продажей квартир в незаконном доме. У кого электродуга легче? Сегодня стали известны победители конкурса профессионального мастерства свадщиков строительных монтажных предприятий. Вину не признала, но просила об отсрочке наказания. Сегодня в Центральном районном суде огласили приговор женщине, которая продавала квартиру в незаконно построенном доме. В то время, когда уже точно знала, что здание предписано снести. По уголовному делу проходит порядка десяти потерпевших. Доверчивые покупатели отдали бизнесвумен более 11 миллионов рублей. И в итоге все они рискуют остаться без крыши над главой денег Наталья Голикова из зала судебного заседания. На скамье подсудимых Юлия Ржевская. В 2013 году женщина возвела трехэтажный многоквартирный дом в частном секторе по улице Красногорской. Однако разрешение у нее было только на строительство индивидуального жилья. Администрация через суд обязала снести самовольную постройку. Пока шли разбирательства, женщина бойко продавала квартиры, чего категорически делать было нельзя. Мы вот купили уже раз в 2015 году, значит дом был в судебном разбирательстве, правильно? Но нас об этом никто не предупредил. Таким образом она нас ввела в заблуждение. Поэтому мы на данный момент остаемся, похоже, и без жилья, и без денег. Людей привлекала невысокая цена, да и застройщик уверялась, с документами все в порядке. Жилье качественное. 13 квартир раскупили моментально. Рыжевская как на предварительном следствии, так и в ходе судебного следствия вину категорически не признавала, поясняя в том, что ее действия были законны. Ранее три человека обратились в суд в гражданском порядке. Сделку купли-продажи признали недействительной, а Юлию Рыжевскую обязали вернуть деньги. Одному из собственников она возвратила 6 тысяч за два года, которые вот с ней расторгли договора, а вот Левик Людмиле Николаевне 7 тысяч за два года. Уже позже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Потерпевшими по делу признано 10 человек. Ущерб более 11 миллионов рублей. И вот приговор суда. Рыжевскую и Улию Алексеевну признать виновные в совершении преступления, присмотренного в части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей доход государства, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Женщина просила об отсрочке и наказании до совершеннолетия своего ребенка. Правда, в этом ей отказали. Под стражу взяли прямо в зале суда. Помимо прочего, суд обязал вернуть деньги всем пострадавшим. Но то, что это возможно, не верит никто. Взять с нее нечего. Я там обманул, когда они там живут, и дом стоит. Потом же построена незаконная земля. Он воспризнан незаконным строительством. Это неправда. Один суд лишил людей жилья, а второй суд лишил человека свободы. А деньги до вас? Отдайте сроки. Ну, возмещать ущерб планируете? Мы дойдем до Верховного. Надо будет до Страсбурга дойдем. Потому что это незаконно. Нет. Вопрос о сносе дома до сих пор остается открытым. Когда его снесут, неизвестно. Большинство покупателей по-прежнему там живут. Пойти им просто некуда. Наталья Голикова, Никита Плотников, Ориен ТВ. Президент Владимир Путин провел сегодня 13-ю по счету пресс-конференцию. Было аккредитовано 1640 представителей средств массовой информации. Это корреспонденты федеральных и региональных российских изданий, а также журналисты США, Великобритании, Германии, Японии, Словении, Китая, Греции и других стран. Как обычно, президент ответил на вопросы, касающиеся самых разных тем. Начиная с пенсионного возраста и поддержки семьи с детьми. Предложил ряд альтернатив зерновым интервенциям, от которых правительство Российской Федерации отказалось в 2018 году. Призывал снизить закредитованность регионов страны. Заявил, что пойдет на выборы главы государства, как самовыдвиженец. Журналисты задавали вопросы о помощи российским спортсменам, о ситуации в Сирии и на Украине, о коррупции, инвестиционном климате в стране, воздействии западных санкций. Пресс-конференция длилась почти 4 часа. Зазвучали темы регионального и частного характера. Какой вопрос вы бы задали президенту? Накануне наши коллеги информационного портала Оренды провели одноименный опрос. Самым популярным вопросом, набравшим почти половину голосов, оказался вопрос об уровне жизни и зарплатах. Следом идут вопросы о высоких ценах и коррупции, которые набрали одинаковое количество голосов. Проблемы здравоохранения волнуют каждого десятого опрошенного. Но, как ни странно, проблемы ЖКХ, разбитых дорог, общественного транспорта и международной обстановки оренбуржцев не волнует. Взаимопонимание пешеходов и водителей, невзирая на штрафы. Водители пассажирского транспорта останавливают по требованию, а пешеходы лениться дойти до остановки. На улице Мусы Джалили сегодня наша съемочная группа устроила засаду. Исторический центр города. Мы находимся на улице Мусы Джалили. Сейчас 9 часов утра. Жалобы на то, что правила дорожного движения здесь нарушают и пешеходы, и водители поступают в редакцию довольно часто. Наша съемочная группа решила проверить, так ли это. Не прошло и 10 минут, как мы уже видим, группу людей, которые, вероятнее всего, ожидают автобус. Да, вот водитель 39 маршрута с госномером Т-278 РС не остался равнодушным к пешеходам. На улице холодно, и, может быть, поэтому водитель оказывает будущим пассажирам такую медвежью услугу. При этом, конечно, пренебрегает правилами дорожного движения. К слову сказать, автобусные остановки находятся друг от друга на расстоянии не больше 300 метров. А ведь пешеходы, очевидно, ленятся пройти и это расстояние. Время 9.20. На пятачке снова собираются люди. Молодая девушка, очевидно, спешит и перебегает дорогу в неположенном месте. Пешеходный переход еще ближе, чем остановка. Но, видимо, на улице Мусы Джалили у оренбуржцев свои законы. Парень машет рукой водителю, и он его понимает. Гусс номер автобуса Т071МА. Уже через пару минут видим девушку, которая, вероятнее всего, ожидает автобус. Автобус 39-го маршрута, который появился буквально через 5 минут. Съемочная группа попыталась уже остановить самостоятельно. Вы останавливаетесь вне остановок? С вашей красотой поразительной остановки. Ясно. Видим еще двух девушек в том же месте условной остановки. Наверное, ожидают 39-й автобус. Почему не идете до остановки? До остановки? Зрековато. Здесь останавливается. То есть годами, да, уже сложилось? Да. После разговора со съемочной группой девушки отправились все же на остановку. К слову, штраф для водителя автобуса за посадку и высадку пассажиров в неположенном месте составляет 3000 рублей. За повторное нарушение придется заплатить уже 5000 рублей. Пешеходы же, которые перебегают дорогу в неположенных местах, рискуют жизнью. Штраф для них составляет 500 рублей. Как выяснилось сегодня, правила нарушают и водители пассажирского транспорта, и пешеходы. В засаде были Ольга Токарева и Олег Штиллер. У водителей начнут искать спирт в крови, даже если они в бессознательном состоянии. Это станет законом, основанием для привлечения к ответственности соответствующей поправке к кодексу об административных правонарушениях. В первом чтении приняла Государственная Дума. По действующим правилам опьянения водителя регистрируется только алкотестером, который должен показать не более 0,16 мг алкоголя на литр воздуха. Процедура забора и анализа крови в случаях, если водитель находится без сознания после аварии и ранее, был возможен приказом Минздрава. Однако анализ крови, исходя из действующей редакции кодекса об административных правонарушениях, не может использоваться для признания водителя пьяным. В кодексе речь идет пока только о выдыхаемом воздухе. Согласно новым поправкам, пьяным будет считаться водитель, в литре крови которого будет обнаружено 0,3 или более грамма этилового спирта. Подошло время постоянной рубрики «Дежурный корреспондент». Сегодня телезрители делились своими народными новостями. Ольга Токарева расскажет, что волновало горожана, какие ответы от чиновников ей удалось получить. Обратите внимание на проблему, призывает Ольга Андреевна. Оренбурженко рассказывает, около остановки Заводская есть проход для пешеходов. Рядом находится пятая школа. Освещал этот участок раньше один-единственный фонарь, который уже долгое время не работает. Сейчас солнце встает поздно, на улице утром темно, поэтому детям приходится идти из школы в кромешной темноте. В администрации Южного округа по этому поводу пояснили, что вопросом занимаются. Сейчас выясняют, в чем причина поломки фонаря. Участок далеко не забытый, заверили чиновники. Осенью там делали опиловку деревьев. Вопрос в ближайшее время решится. Хозяин «Отзовись» Ольга на улице Кима возле продуктового магазина нашла кошелек с деньгами и банковскими картами на имя Розы Ахмеровой. Отзывчивая и внимательная оренбурженка готова отдать найденное безвозмездно. Контакты Ольги уточняйте у нас в редакции. Спасибо за профессионализм и за душевные отношения. 83-летняя Любовь Герасимовна Романова выражает благодарность врачу-стоматологу поселка Горный Виктории Александровне. Любовь Герасимовна проживает в поселке Каргала, но вынуждена была зубной болью обратиться к врачу в поселке Горный. Врач приняла пенсионерку, несмотря на то, что она относится к другой поликлинике и помогла решить все проблемы, связанные с зубами. Низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо. На этом у меня все. Если и вам есть кому сказать спасибо или вы не можете решить волнующую проблему, звоните, выслушаем и постараемся помочь. Телефон вы видите на экране. И пока это все, о чем успели рассказать к этому часу. Напоминаем, что наши новости доступны на официальной странице YouTube, в кабельных сетях Air Telecom, Дом.ру, интерактивном ТВ, Focus Live, на сайте UR&D, в соцсетях ВКонтакте, в Facebook, читать можно в Telegram. Информационный итог уходящего дня подведем в 23 часа. Хорошего вечера и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok